Поговорим теперь о механизме определения функции с помощью частичного применения. Рассмотрим пример. Предположим, мы хотим определить функцию max5, которая возвращает, принимает один аргумент x и возвращает либо этот аргумент, если он больше 5, либо 5, если этот аргумент меньше 5. Ну, такую функцию мы можем определить с помощью известной нам библиотечной функции max. Это просто возвращение значения наибольшего из пятерки и икса. Это вполне законное определение функции. Действительно, она работает, как и предполагалось. Если я вызову эту функцию на аргументе меньше, то у меня возвратится пятерка. Если я вызову на аргументе больше, то у меня возвратится этот аргумент. Однако в хаскеле есть альтернативный синтаксис определения функции. Давайте определим следующую функцию max5'. Мы можем просто сократить слева и справа вот этот вот дополнительный аргумент и написать, что функция max5' – это просто частично примененная функция max. Это тоже полноценное определение. Функция max5' ведет себя ровно так же, как функция max. Она возвращает пятерку на значениях меньше 5. И она возвращает переданный аргумент на значениях при передаче туда аргумента большего, чем 5. Таким образом, мы видим, что мы можем определять функцию, не указывая всех аргументов. Соответствующий стиль программирования называется бесточечный стиль. В хаскеле он довольно широко распространен. Давайте посмотрим на немножко более содержательный пример. Определим следующую функцию. Эта функция называется discount. Этой функцией передается три параметра. Да, эта функция рассчитывает скидку на покупку, если эта покупка превышает некоторый предел. Причем скидка измеряется в процентах. Предел — это первый аргумент этой функции. Идентификатор limit. Процент скидки — это второй параметр этой функции. Ну и, наконец, само значение суммы, на которую начисляется или начисляется скидка, это параметр sum. Что мы делаем в функции? Мы проверяем, не превосходит ли у нас значение аргумента предела. Скидки, если превосходит это значение, то тогда скидка предоставляется. То есть, значение sum умножается на скидку, выраженную в процентах. Ну, естественно, делится на 100%. Параметр proc передается в процентах. В противном случае, если наша покупка мала и не доходит до того предела, начиная с которой предоставляется скидка, мы просто возвращаем значение sum. Понятно, как функция discount работает. Для чего мы определили эту функцию? На самом деле, параметр, порядок аргументов в этой функции немножко странный с точки зрения дизайна. Почему у нас в качестве первого параметра и второго указываются некоторые технические вещи, а в качестве последнего параметра указывается, ну, как раз, вроде бы, самый существенный параметр при вызове этой функции? Дело здесь в следующем. Часто дизайн функций в Haskell настраивается таким образом, чтобы частичное применение было удобно. Действительно, параметры limit и proc, они меняются редко, а вот параметр sum, он меняется часто, фактически при каждом вызове этой функции. Например, если у нас установлен некоторый дисконт в 5% при превышении предела 1000 рублей, мы можем определить функцию стандартной скидки. Для того, чтобы определить функцию стандартной скидки, мы должны вызвать определенную ранее функцию дисконта и передать туда старатные стандартные параметры, например, 1000 рублей и 5% скидка. Мы определяем эту функцию через частичное применение. Последний параметр sum, ни справа, ни слева, не указывается, хотя мог бы быть и указан. Итак, мы определяем функцию стандартной скидки. Теперь мы можем вызывать функцию стандартной скидки всего с одним параметром. Скажем, если мы передадим туда 2000 рублей, то эта сумма достаточно большая, больше 1000, и поэтому скидка будет предоставлена. Если же мы передадим туда сумму меньшую 1000 рублей, то сумма не изменится, потому что предел, после которого наступает скидка, не достигнут. Мы видим, что частичное применение функции может использоваться в определении функции для реализации идеи бесточечного стиля. Продолжение следует...